Сегодня в рубрике «Зацените» узнаем, почему чаевничать станет дороже, а покупка стиральной машины в дом станет событием. Оказывается, причиной роста цен на чай стали повышенные расходы на логистику. Всему виной дорожание контейнерных перевозок, поэтому напиток из Восточной Азии стало вести дороже. Подскочили мировые цены. Печеньки к чашке чая тоже подорожали, особенно шоколадные. Ведь какао-бобы сейчас тоже из-за неурожая стоят недешево. Повод ли это отменять чаепитие? Часто ли вы покупаете сладости к чаю? Я нет, вообще не покупаю. Муж покупает. Скажите, пожалуйста, это в копеечку встает. А как вы думаете, дешевле самой настряпать или купить? Мне удобнее купить. Почему? Потому что времени нет стряпать. Ну, чаще всего печеньки какие-то, не знаю. А вам не кажется, что они подорожали? Это бьет по карману, по вашему мнению? Ну, есть такое, сейчас все в принципе подорожало. Ну, на самом деле денег, конечно, очень жалко, но все-таки когда-то что-то приятное сделало, настроение намного лучше. По данным экспертов Банка России, выросли в последние месяцы весны и цены на мясные изделия, особенно на свинину. У производителей свинины выросли издержки на витамины, кормовые добавки, а также на импортное оборудование. В первую очередь для убойных цехов. В результате рост цен на свинину в Хакасии ускорился, а дальше по цепочке выросли затраты на сырье производителей мясных продуктов. Подорожала также упаковка и логистика. В результате ускорился годовой рост цен на фарш, сосиски, сардельки. Непродовольственные товары тоже отличились ценой в апреле. Так, производители ряда брендов бытовой техники и электроники начали ограничивать параллельный импорт продукции в Россию. В результате на рынке Хакасии снизилось предложение холодильников, стиральных машин, известных торговых марок. Ускорился рост цен на бытовые плиты и электропылесосы. А годовое снижение цен в марте на стиральные машины сменилось ростом. Да давно покупала. Пока нет необходимости. Ну, хотелось бы и машинку приобрести новую, но нет возможности все равно. Главное пенсионеры. Вы давно покупали домой бытовую технику? В декабре. А что купили? Стиральную машинку. Вот скажите, пожалуйста, ты ударила по семейному бюджету? Планировали покупку? Планировала. Копила. Месяца три или четыре. Можно кредит взять. Если что. Если не хватает денег, взять кредит. Проблематичный, конечно, но дороговато техника стала. Спасибо. Зацените и хорошие новости от финансовых аналитиков. Количество международных рейсов из сибирских аэропортов увеличилось. В результате предложение зарубежных туров выросло. И цены на них в апреле росли медленнее, чем в марте. Кстати, из-за того, что граждане предпочитали больше отдыхать за бугром, спрос на отдых в России снизился. В итоге в Хакасии цены на вояж на Черноморское побережье росли медленнее. А чтобы и вовсе экономить семейный бюджет, покупать билеты в путешествие стоит за три месяца до вылета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова